Первый раз слышу это имя. Кто это? Леонид Волков это руководитель фонда по борьбе с коррупцией и можно сказать раньше он был правой рукой Алексея Навального. Он сейчас проживает в Вильнюсе и конечно же как истинный патриот он пытается строить Россию будущего именно из-за границы. Позавчера по его заявлениям на него напали прямо возле его дома, расколотили его машину, его очень хорошенько отделали, я вам показывал уже эти кадры у себя в телеграм канале Кузьминов, кто еще не заходил пожалуйста перейдите и посмотрите. Также ему сломали руку якобы и нога у него повреждена, но обратите внимание что почему-то бинт на котором находится кровь намотан почему-то на штанину. Это как-то вызывает очень много вопросов, кто бинт наматывает на штанину, я первый раз такое вижу. Мне кажется люди просто забрались, потому что самое важное было конечно в этом происшествии обвинить Путина. В своем обращении Волков так и сказал, что во всем виноват Путин и это он его избил, хотя в тот момент у Путина было алиби, он давал интервью Киселеву. Но самое интересное друзья, что подписчики из Вильнюса написали в местное МВД и им ответили, что Леонид Волков никакого заявления не писал, потому что происшествия и не было. И вот что написано в письме из литовского МВД. Здравствуйте, департамент полиции не может удовлетворить ваш запрос о прогрессии в деле о нападении на гражданина Российской Федерации Леонида Волкова. Никаких заявлений от господина Волкова не поступало. В настоящее время никакого дела в отношении этого происшествия не ведется. То есть друзья, это еще раз показывает, что люди уже готовы на все идти. Может быть даже и руку ему сломали специально, лишь бы потом обвинить Волкова, а сделали это свои же соратники. Так что, ребят, дело раскрыто. Я считаю, что никакого нападения не было, а сделано это все просто ради хайпа. Кстати, если вы хотите вживую увидеть Леонида Волкова, я вам сейчас поставлю несколько секунд его стрима, который он обычно проводит по вечерам. Вот в такой вот рыбашке, которая расходится у него на пузе, он в пьяном угаре отвечает на вопросы за донатики. То есть вот такой человек, понимаете, являлся правой рукой Алексея Навального. Надо отозвать кандидатуру в любой момент, чтобы партия отозвала кандидатуру. Надо просто, чтобы полицейский партия собрался и проголосовал. Надеюсь, вы теперь поняли, кто такой Леонид Волков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно переходите в мой телеграм-канал Кузьминов по ссылочке в шапке канала.